В втором заседании сессии Юско-Городского Совета, шестого Созума, хочу вас сразу проинформировать о том, что, к сожалению, те политические события, которые развиваются сейчас в стране у нас, они тоже не могут нас оставить в стороне, потому что касаются они всех нас, нашего города в целом и всех людей, которые живет и работает, поскольку у нас уже есть печальные опыты, которые происходят в государстве, когда они переводят в дальнейшем, к серьезным проблемам, которые мы потом годами пытаемся все вместе с вами решить. Сейчас уже заканчивается заседание сессии Государственного Союза, на котором в том числе уже рассмотрено обращение к президенту Украины, политические силы Украины, с призывом о том, что сегодня нам, прежде всего, как государству нужна стабильность. Стабильная ситуация в экономике, стабильная ситуация в общем. К сожалению, некоторые политические силы, они сегодня пытаются любой ценой, невзирая на те потери, которые могут произойти, с какой ценой потери наших государств, могут от меня воскрешать не могут, потому что хочется сесть за штурмом. Давайте теперь пойдем по протоколу и регламенту. Учитывая, что городской голова Маласкин Вадима Николаевича сейчас находится в отъезде, его нет сейчас на территории Украины, поэтому... Спасибо. 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 Уважаемые коллеги, я хотел бы попросить ко второму вопросу сделать альтернативное обращение к президенту, оно у вас на столах лежит, то есть вы применяли два вопроса у нас, которые просто костерятся, завернение до президента Украины. Правильно? Спасибо. То есть текст может быть либо первого варианта, либо второго варианта, который вам вызвали. Пожалуйста, прошу вынести, чтобы эти условия рассматривались, голосовались. Ну давайте в порядок поступления. Значит, поступил вопрос от депутата Александра Владимировича о рассмотрении альтернативного проекта решения. Согласно регламенту я предлагаю проголосовать за то, чтобы включить его в повестку дня. Соответственно, если оно будет внесено в повестку дня, мы будем его рассматривать. Если не будет внесено, разве что мы можем его тогда обсудить. Ставлю на голосование вопрос о внесении в повестку дня альтернативного решения проекта решения предложенного депутата Александра Владимировича. Не могу? Вносим альтернативный? Да, документный вопрос. Если мы его внесем, будем рассматривать. Если нет, значит нет. Кто за, прошу голосовать. Четыре. Четыре. Четыре за. Кто против? Восемь. Воздержались? Одиннадцать. Вопрос в риску дня не относится. Идем дальше. Кто за принятие повестки дня в целом? Прошу голосовать. Кто за? Двадцать четыре. Двадцать четыре за. Повестка дня прийнята. Переходим до обговорення питань порядку денного. Перша. Просебиториатрица второго заседания сессии Южнской Військовой Ради шостого скликаня. Згідно данному проекту решения. Козак Сергей Романович. Теревнадцатый период у сессии. Степанец Наталья Петривна. Редповідальность за ведение протоколу сессии. Пропоную принятие проектирование в целом. Не надо у вас. Кто за? Прошу голосовать. Кто за? Двадцать пять за. Двадцать пять за. Проти. Упринимались. Нема. Решение принято. Двуга. Развертание Южнской Військовой Ради до президента Украины, политических партий и украинского народа. Что не допущение. Зарунование конституционного влада Украины. Доповидая любимых Дмитро Валеру и Сибирько Раду. В одном лице. Прямо в начале нашего заседания я сказал о той ситуации, которая сложилась. Она действительно сегодня беспокоить многих людей. Мы помним, к сожалению, в Украине есть уже печальный опыт политической истории, когда тоже вмешивалась в те конституционные процессы, которые будут государства. И тогда вмешиваются у нас определенные политические силы, которые пытаются спровоцировать какую-то группу людей, определенных, так скажем, привлеченных людей. Всегда можно сделать, в любом обществе можно создать провокационную ситуацию. Это действительно тонкие науки и политтехнологии над этим работают. Сегодня, когда действительно происходят очень важные процессы в обществе, как никогда нужна стабилизация. Мы знаем, что сегодня есть тенденция общей мировой стабилизации экономики. Которая, безусловно, затравит Украину как одно из экспортно-ориентированных государств. Из немногих, кстати, которые сегодня находятся в Восточной Европе. И сегодня мы знаем, что мы работаем с Евросоюзом по программе Восточноевропейского партнерства. Партнерство, прежде всего, под собой предполагает взаимность в отношениях. Когда сегодня стоял вопрос о подписании бизнеса ассоциаций, который уже несколько лет работает и президент, и правительство, и пусть на евроинформацию заперплен в законе Украины. Сегодня, к сожалению, партнерских отношений не предложили Украине. Тот вариант, который был нам озвучен, что сегодня нужно взять на себя целый ряд обязательств. Уже сегодня. Уже сегодня создать проблемы в торговле с нашим восточным соседом и партнером экономических. И обречь в хаос экономику и социальную сферу Украины. Безусловно, сегодня ни мужик правительства, ни президент куплен на себя такую ответственность взять не мог. Я думаю, что и не имел права. Взять обязательства, но не получить взамен никакой партнерской поддержки. Здесь нужен целый ряд решений, которые позволят получить для Украины достаточно приемлемые условия, прежде всего, и как гарантия экономической и социальной стабильности. Что для нас очень важно. Особенно это касается таких регионов, как Юго-Восток, Восток Украины. И сосредоточена основная часть промышленных предприятий. Если говорить о городе Южном всего, то Южное – это как раз олицетворение города, который напрямую жизненно связан с промышленными и транспортными предприятиями. Как только возникнет проблема с теми предприятиями, которые имеют внешних торговых партнеров, на которых работают сегодня тысячи людей, мы сами сразу ощутим на себе все прелести несбалансированных договоренностей, которые можно подписать, но только потом за них придется внести определенную ответственность. Кондернизации нуждается экономика. Политических решений нужно достичь в области взаимоотношений с нашими партнерами и, прежде всего, с Россией. Чтобы вы сегодня понимали, экспортные возможности Украины в основном ориентированы на Российскую Федерацию, Азию, Америку, и некоторые страны Африки, экспорт трейдер Евросоюза составляет порядка 5%. И увеличить экспорт в ближайшее время значительно не получится. Даже согласно тем данным, которые были и правилам озвучены в этом соглашении. Поскольку большинство продукций здесь сертифицировано. Ту квоту, которую предоставляет Украине, она намного ниже того объема товара, который мы производим. И не стоит забывать, что у нас целый ряд отраслей ориентированных исключительно на экспорт, связанный с Российской Федерацией, и с совместным производством тех или иных объектов машиностроения и продукции, которые мы самостоятельно произвести в свой день не можем. То есть, разрывав какие-то торговые отношения, не получим взамен никаких компенсаторов, мы просто получим, по предвидительным подсчетам, порядка 2 миллиона безработных, и это реальный перспектив. Безусловно, конечно, человек, несущий ответственность на себе за гран-конституцию, президент, который отвечает за стабильность государства, на себя не может взять принятие шагов, которые могут напрямую навредить Украине в целом, как государству, и ввести хаос на нашу страну. Нужна сегодня стабильность, стабильность и отсечь все попытки определенных политических сил сегодня, а встречать вот, вы видите, я сегодня сегодня не называю, я не хочу называть никого из политиков, потому что мы сегодня говорим здесь даже не о каких-то личностях, каких-то партиях, мы давайте сегодня это будем. Мы хотим, чтобы в стране была стабильная экономическая и социальная обстановка в соответствии с законами и Конституцией Украины. Вот об этом идет речь в этом обращении, которое у вас сегодня на руках, вы его можете посмотреть, а мы как раз обращаемся и к президенту Украины с просьбой принимать все меры для того, чтобы законы на территории Украины были незыблены. политическим лидерам и партиям с просьбой не устраивать провокации и не использовать людей в качестве аргументов для решения своих политических облиц. И третье, мы обращаемся непосредственно ко всем жителям Украины. С точки зрения, что мы толеранты, должны быть всегда и во всём. И нужно находить между собой взаимопонимание. И все переговоры нужно вести в стенах кабинетов и в стенах права, а не в уличных ударах. Вот суть этого обращения, которое мы знаем, общаемся. Очень многие жители города давно уже задавали вопрос, я думаю, что здесь есть и депутаты, которые со мной на эту тему общались, о том, что почему позиция, что бюджеты Южеского государства не высказывают свою позицию. Просто есть всему своё время. Когда мы видим, что эта точка уже критическая, как бы вот она действительно сегодня уже есть. Здесь нужно и важно мнение каждого. И мы всегда сегодня отражаем мнение большинства жителей нашего города. Притом мы подчёркиваем, что курс на европейскую интеграцию это уже постулат, который был в Украине, из которого Украина не сворачивает. Это всё равно президент не один раз. Но нам нужно выработать для себя приемлемые условия, а не просто подписание каких-то бумаг, которые нам уже создадут проблемы, но не позволят нам никаким образом не подстрахуют никаких материалов для их решения. Вот, в принципе, если есть какие-то выступления по этому вопросу, депутат Борин Александр Васильевич. Уважаемые депутаты, я так понимаю, Дмитрий Валерьевич. Я хочу сказать какую-то вещь, чтобы мы, наверное, не забывали, мы собираемся здесь в этом зале, да, и мы представляем, по сути, это громаду нашего города Южного. И она сейчас смотрит и наши южницы, и то обращение к президенту, я так понимаю, со словом Дмитрия Валерьевича, это, я так понимаю, что позиция всего города Южного. Я хочу сказать, что... Не всего, пожалуйста. Не всего, пожалуйста. Скажем, большинства. Я говорю о большинстве. О большинстве. Да. Потому что у нас есть в Совете определенной политической силы. или личности. Потому что я сейчас хочу, чтобы обратиться к людям не как представителям какой-то политической силы, а просто как к людям которые представляют интересы громады. Здесь очень обидно, что они приняли альтернативный проект по обращению к президенту Украины, к Проколной Раде. У меня он тоже был. Я так понял, что, в принципе, нет смысла им вносить, потому что его все равно в порядок, это не внесут. Суд заключается в том, что, принимая это обращение к президенту, что под ним, на самом деле, в общем-то, кроется. Статья семьдесят первая закона Украины о местном самоуправлении. Гласит, что территориальные громады, органы и должностные лица местного самоуправления самостоятельно реализуют предоставленные им полномочия. Самостоятельно, подчеркиваю. Но для этого, но ни для кого не секрет, что неочередные сессии с аналогичным над ним вопросом в повестке дня сегодня рассматриваются практически во всех советах Одесской области и других регионах Украины. И очень примечательно, что внесенные проекты решений идентичны во всех советах, слово в слово, в запятую в запятую. Такое ощущение, что вчера ночью ко всем инициаторам внесенных проектов решений пришло массовое прозрение. Все видели один и тот же сон и в городе Южном, в городе Днестровске, и в Николаеве, и в Одессе. Становится очевидным, что внесенные проекты решений были спущены сверху, как единое указание. Обращение к президенту Украины в том формате, который нам предлагается вносит в себе общую идею, конечным результатом которой будет попытка ввести чрезвычайное положение. И это очень примечательно, что вводит такое положение президенту Украины самостоятельно, либо на предоставлении по представлению Совета национальной безопасности и обороны Украины. И совершенно очевидно, что внесенный проект решений городского совета носит сугубо политический характер. Так сказать, гаранту будет проще людям обосновать свой указ обведение чрезвычайного положения. Что-то типа территориальный грамот все Украины просили вмешаться. Я думаю, что не надо людям рассказывать и вам, что такое год чрезвычайного положения. Тексте обращения, которые на сегодня предлагают написать, звучит, цитирую, штучно-створенный информационный безбаланс, загрожен национальному суверенитету державы и национальной целости света недоторганности. Таким образом, нас призывают утверждать, что реализация конституционного права наших граждан на участие в мирных акциях, я подчеркиваю, в мирных акциях, я был в Киеве, я знаю, что есть и евро-тетушки, и тетушки, которые действительно провоцируют и Беркут, вот, поэтому, знаете, можно смотреть по телевизору одно и думать одно, то есть я, грубо говоря, в Киеве, я там был. Возможно открыто сдержать свое мнение то, что, по сути, происходит в Киеве, на Майдане, является спровой Державного Переворода, нам хотят в этом вдолбить голову. В соответствии со статьей 7 закона Украины об основном национальной безопасности Украины, на современном этапе основными реалиями и потенциальными упрозами национальной безопасности Украины стабилизацией является недостаточная эффективность контроля до соблюдения преступных законов Украины. Ни Конституция Украины, ни любой другой закон, не предусматривает возможность применения правоохранительными органами на Украине физической силы в отношении граждан Украины. Так почему же мы сегодня, не обращаясь к президенту, обниме территориальной громады, срочно провести расследование фактов применения силы правоохранительными органами в отношении своим гражданам на Майдане? К угрозам национальной безопасности в соответствии с действующим заказательством Украины относится критическое состояние основных производственных фондов, приоритетных отраслях и низкие депо расширения внешних рынков и кризис системы здравоохранения. Так почему же мы не обращаемся к городу с требованием отправить в оставку нынешний кабель министров, ведь, очевидно, состояние в этих родствах критическое. Таким образом, я обращаюсь ко всем депутатам городского совета с просьбой не поддаваться провокациями в политической игре. Прошу не принимать решения, на которые мы не только неполномочны, а и не имели полуморального права. Давайте будем самостоятельно, но не повказивки, реализовывать предоставленные нам полномочия поделиться от наших граждан. У меня огромная просьба, я понимаю, что согласно регламенту, я хочу, значит, понятно, что этот вопрос будет сейчас, или еще абсурдация будет вноситься на голосование, что данное голосование прошло поименное голосование. У меня все. все. Спасибо. Кто-то еще желает выступить? Вопрос о поименном голосовании, значит, могу поставить на голосование за то, чтобы провести голосование поименно. Но, конечно, займет значительно времени, потому что там нужно будет, согласно рекламе, когда процедуру выполнено. Ну, а я сначала поставим... я просто на самом деле считаю, что это, вы знаете, какая-то игра, потому что здесь видно, кто как голосует, у нас маленький совет, и все друг друга знают. Я просто ему даже пофамильно назвать потом, кто не голосовал, если так это как нужно. Хотя на самом деле здесь никто никогда не прячется за чужими спинами. А, слава Богу, Верховная Рада, здесь 450 человек, и можно уйти от какой-то ответственности. Мы здесь все люди, которые имеют большой жизненный опыт и ответственность перед своими избирателями. Поэтому, я думаю, здесь никто не прячется за чей спинами. Я для процедуры сейчас поставлю. Давайте поставлю вопрос. Я хочу саму азитовичу сказать. В принципе, вы упрекнули здесь в готовности решения, которые мы здесь дали. Я так думаю, что у вас не личный ваш опус, а наверняка точно так же. Дам сюда. Поэтому не надо в этом плане говорить. Мы не первый год, как говорится, живем на свете и знаем, как эти все дела делаются. Пожалуйста, в этом плане не надо было как раз этого реплику говорить. И второе. Вот у меня модельный телефон, можете проверить. Значит, ко мне подходили очень много жителей Южного, а уж суббота, воскресенье, когда я пыталась ребенком постоянно, так вот у меня на мобильном всю неделю телефон любимого. Потому что я говорю, подожди, будут какие-то действия? Что мы молчим? Почему мы не говорим свою позицию от имени своих граждан, которых мы представляем? Ко мне подходили наши пенсионеры, заводчане, говорят, Татьяна Ивановна, что мы, это что, вот эта кучка людей на нашей площади, это что, все мнение нашего города? Я звоню Дмитрию Валерьевичу, говорю постоянно, что мы молчим? Не надо провоцировать, не надо. Вы уже, вы знаете, последний вопрос, вы, не политические эти вопросы, не политические. И те люди, которые на Майдане сегодня, они брали все политические знамена. Вы посмотрите, нет ни одного знамени, кроме Евросоюза. И те, кто выступал, те лидеры, оппозиционные, которые выступали, попросили отойти, не политизировать этот вопрос. Желание изменений в государстве, это желание народа, не провоцируемого народа, а желание народа. И тут действительно, не надо политизировать этот вопрос. Спасибо. Спасибо за выступление. Я согласно процедуре ставлю на вопрос предложения депутата Горина о голосовании по процедуре поименного голосования. Кто за? Прошу голосовать. Четыре. Спасибо. Против. Воздержались. Девять. Воздержались. Спасибо. А дальше по процедуре. Пропоную принятые проекты решения. За основу. Кто за? Прошу голосовать. Двадцать два. Двадцать два. За основу. За основу принятые. Кто против? Три. Воздержался. Один. Есть. Текст решения. А так вот он, кстати, отличается. Он не написан слово в слово. Основа. Похожая. Потому что совещались. Доправляемся в одну всю Одесскую область. И Советский регион. И уже. Измолинский госсовет уже провел заседание. И принял это обращение. И Одесский область. Совет сейчас уже принял это обращение. Несколько городов и несколько область. Я просто комментирую, чтобы все дебаты не убедили. И наш текст от него отличается. В основе это одни и те же похожие требования. Но. Слово в слово он не написан. И я действительно могу здесь поспорить с тем, кто это сказал. Вставлю вопрос о голосовании в целом. Кто за? Прошу голосовать. 23 за. 23 за. Кто против? Трое. Воздержались? Один. Спасибо. Решение принято. Согласно. В Виталии Дарьбану. Титурское. Минской Радной. Сессии. В принципе. Многие выступили уже. С заявом. Божающие выступить и есть? Нет. Есть. Есть, да? Пожалуйста. Прохоров. Витрия Анатольевич. Вы решили такие заявления. Рынка. Вячеслава. Я прошу дать поручение сенитариату. Ваша руководитель. Готовы ответы к поискам. Потому что они одинаковые. Если процедурно это возможно. Просто поступило именно на каждого депутата отдельно. Поэтому процедурно. Получается как бы мы не дали на себя смелость отвечать отдельно от совета. Поэтому давайте проработаем. Если процедурно это возможно. Здесь вопроса нету в этом. Там действительно нет вопроса. Это просто информация к сведению. Это информация к сведению. Это информация к сведению. Что мы приняли к сведению. Отвечать на все. Так. Информационно сразу давайте коллеги вам доведу. Что 19 декабря мы планируем очередную сессию городского совета. На которую сейчас готовится уже много материалов. Там и программы. Потому что у нас многие заканчиваются в этом году. В следующем начнутся новые. Есть корректировки. Поэтому надеюсь через две недели мы с вами уже соберемся на рабочее заседание. Оно будет уже последним в этом году. На следующей неделе будут подготовлены материалы. Его раздавали. Мы с ним можем ознакомиться. И работать в комиссии. На этом уже.